Трагедия в Калязинском районе, где в результате столкновения двух автомобилей и скутера погибли трое подростков, заставила различные ведомства Тверской области усилить меры по предупреждению детского травматизма. В рамках месячника безопасности сотрудники ГИБДД, Министерства внутренних дел, а также представители регионального управления МЧС проводят профилактические мероприятия и акции. Во вторник, 3 августа, основные места купания от веретян на Волге проверили инспекторы ГИМС. У нас, знаете, какая просьба? Не просто рядышком стоять, а как минимум хотя бы держать ребенка. Потому что бывают различные ситуации, когда вот немножко отвлеклись, и ребенок сам себе предоставлен, буквально несколько секунд может захлебнуться, от берега отошел и все. Вот так монотонно и вдумчиво инспекторы ГИМС беседуют с отдыхающими на Волге. Напоминают о том, чтобы взрослые не оставляли детей без присмотра, не разрешали им купаться в диких местах, надевали на них спасательные средства. Однако даже, казалось бы, к прописным истинам многие по-прежнему относятся достаточно легкомысленно. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика происшествий на воде. В текущем году два ребенка погибли. То есть это один случай, когда гидроцикл перевернулся, и ребенок был не в жилете. Второй случай, это в Киморском районе было. И второй случай был в городе Нелидово, когда девочка утонула. И совершеннолетний ребенок погиб у нас. Усилить работу по предупреждению детского травматизма инспекторов ГИМС заставила недавняя трагедия в Калязинском районе. После столкновения двух автомобилей и скутера погибли трое подростков. Вода, конечно, это не то же самое, что и дорога. Однако месячник безопасности, объявленный губернатором Тверской области Игорем Руденей, предполагает взаимодействие всех служб региона. Тем более сейчас, когда закрыты детские лагеря, и дети во многом предоставлены сами себе. Инспектор ГИМС со своей стороны объезжает места массового отдыха тверетян и в первую очередь мониторят те, где часто бывают дети. Особое опасение у инспекторов ГИМС каждый год вызывает вот этот объект. Водозабор на Волге возле железнодорожного моста уже давно облюбовали дети для своих игр. Однако высота технического сооружения и необследованное дно могут стать причиной трагедии. По традиции помощь инспекторам ГИМС оказывают спасатели Всероссийского общества спасания на водах. Как рассказывает председатель Тверского отделения Сергей Ильюков, патрулирование водных объектов сотрудниками организации осуществляется каждый день. И пока, констатируют в организации, говорить о том, что тверские любители отдыха, и тем более дети, на воде соблюдают все правила, еще очень рано. 24 градуса температуру обещали на сегодня до 25. Народ уже начинает выходить на водные объекты, особенно дети. Облюбованные эти объекты находятся даже недалеко от нас. Там есть платформы, где огромными буквами написано «опасно для жизни», то есть не влезать. Вот, повернуть голову налево, там еще одна платформа. Чтобы печальная статистика не продолжала расти, советуют сотрудники ГИМС, отправляясь на пляж или выезжая на водоем на плавсредстве, всегда важно помнить о существующих правилах. И, разумеется, о них нужно рассказывать своим детям. В противном случае летний отдых может обернуться трагедией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова